Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Как я и объявлял ранее, вчера я ездил в открытие, брокер, там был семинар, посвященный на этот раз Санкт-Петербургской фондовой бирже. Это та самая биржа, которая дает нам всем доступ к иностранным ценным бумагам, к торгам крупнейших компаний. И там присутствовало руководство Санкт-Петербургской биржи, директор, основатель, человек, который занимается всякой коммуникацией с людьми. И был Павел Пахомов, это аналитик Санкт-Петербургской биржи, он сейчас, да, он 10 лет работал до этого в открытии, он приехал такой, говорит, это моя вот альма-матер, я здесь вот давно уже работал, и вот все знакомо, и мне радуется. Потрясающе! Вот. И были люди тоже, ну, как бы, которые приглашенные, значит, там целый зал был, инвесторы, которые торгуют тоже вот. Я считаю, что обязательно надо там на такие мероприятия ездить, потому что, ну, вот эта вот энергетика, опять же, про которую я ранее говорил, она там присутствует, и можно понять те проблемы, вот те вопросы, которые у инвесторов есть, и постепенно, постепенно понимаешь их интересы, их стремления, и в конце концов становишься сам инвестором. Очень такая была, для меня, по крайней мере, это было очень полезно, вот, мне очень там понравилось. Ну, ребята, скажу так, вот, из Санкт-Петербургской биржи, как они выглядят? Ну, вот, казалось бы, там, они должны быть такие вот все крутые, все крутые, крутые, здесь часы на многие цепи, вот, ничего подобного. Такие обычные ребята, они не привыкли очень сильно выступать, поэтому, значит, немножечко такие вот угловатые, но искренние и увлеченные, что нравится. И какие у них проблемы, вот, какие, так сказать, там очень такие классные вопросы задавали люди из зала, поэтому было потрясающе. Я делал там запись, на самом деле, звука, но, как всегда, я выложу ее не в открытом доступе, а по ссылке. Ссылку, я думаю, в конце видео я вставлю. Вот, ну, что было? Ну, они делились своими успехами, во-первых, во-вторых, своими проблемами. Ну, вот, понимаете, вот, ну, мужики мужиками, так сказать, лесорубы буквально, а они ставят биржевое дело в России, делают такое вот великое дело, энтузиасты страшные, я вот это увидел, по крайней мере. Ну, что из интересного? На самом деле, вот, чем они поделились? Смотрите, есть акции на Санкт-Петербургской фондовой бирже, и там их много уже, очень много. Много компаний, и они говорят, ну, какие проблемы для того, чтобы выставить вот эти программы, компании вывести на Санкт-Петербургскую биржу? А вы знаете, что сейчас Санкт-Петербургская биржа доступна через ИИС уже, уже доступна, вот, в открытии через ИИС, ну, у других брокеров давно. Вот, ну, и такие проблемы. Они говорят, ну, мы же не просто так выводим котировки, мы же, говорит, должны выдавать все вот это вот раскрытие информации, которое дает компания, весь этот блок по раскрытию информации мы тоже должны давать, а раскрытие информации по каждой компании, ну, в Америке, например, она говорит, ну, на английском языке, естественно, и все это надо быстро-быстро-быстро переводить, всю эту ленту новостей и так далее. Это очень такая серьезная работа, потом все эти каналы связи, тоже плата такая, вот, ну, они делились своим проблемами с жизнью биржи, и, говорит, вот, был вопрос такой задан, а почему вот такая вот, как бы, ситуация возникает, бывает, что, бывает, что, например, поставит клиент заявку, а она там, ну, там не исполняется, не исполняется и так далее, но он объяснил, говорит, ну, слушайте, ну, вот эта техническая проблема, да, она есть, потому что у нас разница во времени с Америкой, и поэтому, ну, в 10 утра, например, мы начинаем работать, Санкт-Петербургская биржа уже работает, мы можем выставить заявку на Санкт-Петербургской бирже, но кто эту заявку может, ну, как бы, если я поставил что-то на продажу, кто может купить? Только кто-то, тот, кто в России, а в России не так много пользователей, и поэтому, вот, они, значит, мы говорят, мы выставляем заявку эту по России, и в 15.30 открываются торги на американской бирже, и тут же ликвидность прибавляется, и бывает так, что, ну, если заявка выставлена, она по России, то, говорит, ну, вот, и может так случиться, что, ну, например, цена на продажу в Америке уже есть ниже, чем цена покупки, а она еще висит в стакане, вот такой вопрос был, говорит, ну, вот так вот, ну, а как иначе? То есть, когда Америка открыта, они посылают эту заявку в Америку, а когда не открыта, то здесь между российскими. Вот такие вот проблемы у них, они там делились этими. Потом еще был вопрос про, говорит, а когда будет на Санкт-Петербургской бирже маржиналка? Он говорит, а это не наша проблема, это, говорит, проблема брокера. К брокеру обращайтесь за маржиналкой, говорит он. Говорит, у нас все есть, у нас все готово. Что такое маржиналка? Это возможность торговать, ну, там, с плечом или в шорт. Вот, вот что такое маржиналка. Сейчас этого, ну, по крайней мере, открытия я что-то не замечал. Вот, ну, вот были такие вопросы. Еще был вопрос очень интересный. Такой парнишка сидит, ну, парнишка, не парнишка, ну, сколько ему там, не знаю, по сравнению со мной, наверное, парнишка. И спрашивает, говорит, ну, а когда можно будет купить индийские ценные бумаги? Во, какие вопросы людей интересуют, вы понимаете? Он говорит там, ну, и что-то, какая-то компания, говорит, Арселор Миттл там или не знаю что. Говорит, хочу индийские, вот они там сильно растут, вот хочу. И такой я так, во, блин, а я где-то со своим тут Газпромом Распадской. Вот, вот что людей интересует. И спрашивают, еще были вопросы какие. Еще один такой дяденька такой сидит, дяденька. Ну, обычный такой мужичок. Вот, и спрашивает, говорит, вот такая компания, говорит, ну, у нас в листинге она исчезла, а там еще в листинге присутствует. Там только через три месяца у нас там появилась. Что такое-то, почему такой бардак? А это уже все время прошло. А потом выясняется, что этот дяденька профессиональный трейдер. Профессиональный. То есть он вообще ничем не занимается, кроме как трейдинга. Он потом сказал, что говорит, ну, вот я как раз тот самый профессиональный трейдер, который больше ничем не занимается. И такой, вот сколько ему там, ну, не знаю, живой, вполне нормально. Вот, тот, который про Индию спрашивал, ну, он тоже, судя по всему, непростой парень-то, он такой. Ну, когда у него спрашивали, он говорит, да я уже этот вопрос задавал там директору. Открытие, что ли? Вот, ну, то есть у парня денег. Вот, ну, есть другие разные, то есть, ну, там меня-то уже узнают многие там, поэтому задавали вопросы те, кто уровнем, конечно, еще пока, ну, только начинающие. Таких тоже было много. Было много, естественно, квалифицированных инвесторов. Очень-очень интересно все, просто вот потрясающе. Что еще было? Еще было выступление аналитика от открытия. И, ну, я не знаю, я почерпнул для себя очень много нового и интересного. То же самое. По формированию портфеля, причем, более того, это было настолько для меня интересно, что я решил, что, в общем сказать, надо мне как-то пересматривать свой портфель американских акций. Потому что, ну, у меня там всего-то 4 компании, и как-то они сформированы вообще, ну, скажем так, мягко говоря, с сильным перекосом. И, опять же, недавно я был на форуме Private Money. Ну, наверное, я об этом другое видео сниму. Вот, сейчас, наверное, я просто закруглюсь и все. Поэтому заинтриговал. И все. Про Private Money я отдельно расскажу. Кстати, выступление Натальи Смирновой в своем чате для тех, кто уже закончил курс биржи для чайников, я выложил. Оно закрыто, естественно. Вот, потому что, ну, я пока еще у Натальи Смирновой хочу спросить разрешение, позволит она мне это публиковать или нет. Вот, а на сегодня все. Все, если хотите, отчет по встрече в открытии вчерашней я могу выложить, я его подготовлю. Аудиозапись у меня есть, ну, и там какие-то фотографии, потому что, ну, видео там особенно записывать нечего, а звук, в принципе, хороший. Вот, поставьте, пожалуйста, лайк, оставайтесь на моем канале. До встречи, с вами был Демитков Юрий.